привет чувствуешь уже это лето да ничего не хочется делать хочется уже наверное на пляж куда-нибудь в отпуск Таиланд Турция или в Европу там Италия Голландия ну может вообще там не знаю еще куда-нибудь надоела работа надоела учеба кайфовать хочется привет родные привет роднульки кто-то уже сразу заметил то что я уже почти подготовленные мерчуги наслаждайся собой наслаждайся музыкой такая будет light версия пока мне прислали так сказать первые макеты футболок и скоро они поступят в продажу еще есть футболочка с другим гусиком написано роднулька но я его испачкал кофе и сейчас ее застирали так сказать сегодня смотрим селянку-горожанку скорее всего мало кто ее посмотрит но в этом и есть большой плюс потому что вы можете подписаться на телеграм-канал я у себя в телеграм-канале сделаю розыгрыш и вы сможете получить небольшой процент так сказать от рекламы потому что так сказать делаем общий бизнес ребята и когда ролик выйдет соответственно да по через пару часов я сделаю там розыгрыш и вы сможете соответственно попробовать поучаствовать и забрать процент от рекламы также не забываем что у меня есть бусти канал там мы смотрим солдаток И возможно, нам не разрешат смотреть Мистер Икс на Ютубе, и мы будем смотреть его там. Также я там думаю начать смотреть экстрасенсов. В общем, такие короткие новости. Мы с вами начинаем. Рад вас видеть. С вами ваш родной, роднулька Радион. Но полное имя у меня Радик. Запомните уже, пожалуйста. Если кто-то не может запомнить, погнали. Знакомьтесь, селянка Алиса Мелехина. 31 год. Живет в Удмуртии в деревне Пышкец. Замужем. Есть две дочки. Трехлетняя Вера и полуторагодовалая Ксения. Я родилась и выросла в деревне. В душе я... А значок из дерева? Ей-богу, что, металла не было, что ли, у вас деревня? Ну, могли бы постараться. Всегда буду деревенской. Мне кажется, что в большом городе скучно, а тут весело, всегда что-то происходит. Алиса родилась в Удмуртской деревне Узей-Тукля. Ее мама Сильва Митрофановна и папа Леонид Геннадьевич всю жизнь занимались сельским бытом. Благодаря тому, что я выросла в деревне, я знаю, как обходиться с деревенским хозяйством. Я все это уже умею. А с городским умеешь? После школы селянка поступила в педагогический институт в городе Глазов. Там она и встретила своего мужа Алексея. Мы с моим мужем познакомились на конкурсе красоты, который он организовывал. А так вышло, что я его выиграла. Два года он... Какое интересное совпадение. Так случилось, что мой муж организовывал, а я выиграла. За мной ухаживал, потом мы поженились. Пару уехала жить в деревню Пышкец. Алиса родила твоих детей и посвятила себя им и хозяйству. Это наши прекрасные адмуртские овцы. Облачки наши, мягкие. Эта порода была выведена не так давно, но сейчас они на грани исчезновения. И мы для себя взяли такую миссию, стали разводить. Сейчас их 20. Почему они отличаются от обычных овец? Такие же овцы. Шесть. У них очень классная мягкая шерсть, мы продаем. И вкусное мясо, надеюсь, да? Поэтому редкая порода. Уже за рубеж. Даже в Беларусь уже ушла шерсть в этом году. Семья Мелехиных зарабатывает примерно 60 тысяч рублей в месяц. Продают не только овечью шерсть, но и мясо, и куриные яйца. Леша у меня, супруг, отучился на зоотехнике, интракториста. И это очень классно. Петеринарная помощь, он это все знает. И все вот в таких надежных руках. Вообще всем хозяйством у меня заведует Леша. Я только муза. Я собираю плоды. Ну и так на подхвате. Год назад Мелехины расширили владение. Ой, как много души в этом, да? Да, большие сугробы, этот дом. Конечно, хотелось бы все покруче. Но что-то в этом есть такое душевное, блин, без мата. ...до гектара земли. В дополнение к основному дому у супругов появился еще и гостевой дом, где останавливаются родители, когда приезжают в гости. Ну все, вообще весь дом обставили вот в таком стиле, как у бабушки в детстве. Мы вот эти все вещи старинные буквально собирали по всей нашей большой республике. И каждая вещь, она имеет какую-то... Это типа музей? Или они так живут? Я прослушал. ...свою историю. Но несмотря на то, что дом такой традиционный, сараи там покосившиеся. Просто зачем как бы делать вот это все в старину, когда есть куча всяких удобств? И не спать на этой маленькой кровати вдвоем, потому что люди так спали. У нас внедрены современные технологии. У нас есть камеры, чтобы можно было следить, что происходит у нас в хлеву. Но нет нормального матраса. Есть GPS-трекеры, если овцу убегут, то мы можем проследить, где они находятся. А в той поилке вот какие-то такие моменты. Электрошок есть у нас, если убежит, чтобы ее прям в током било, она там лежала, ковыркалась, вот так, ну, все, обратно привели. Потому что я родилась в деревне, и до 18 лет мы работали очень много, и хотелось доказать само себе, может быть, даже родителям, что можно жить в деревне в кайфе. Потому что так вот ложишься. Я надеюсь, барышня, конечно, выберет вот эту кровать. После бани распаренной сюда упадешь, печка теплая, а тут прохладно, и ты как бы в гнезде лежишь, и все тайны мира сразу становятся явными. Она, короче, на пружине. Но это реально просто надо попробовать, полежать на этой кровати. Вот это такой традиционный дом, это, получается, один большой сруб. В центре стоит печка, чтобы тепло нормально распределялось по всему дому. Что тут у нас вода, она бежит, но приходится выносить вот такое вот ведро. Ничего хорошего тут нету. Это прям деревенский дом, блядь, даже хуже. Малоприятная процедура, но зато экономишь воду. Мой гардероб. Я люблю старинное платье, которое с маминой антресоли, можно сказать. Вот это, мне кажется, тысячи полтора. Может, вы любите дико экономить, я не знаю. У вас редкие овцы, блядь, но нету нормального шкафа. Ры стоило на каком-то маркетплейсе, а оно такое классное. Это кокошник, он очень мне подходит. Самые удобные вещи, в которые хочется окунуться как в облачко, это именно бабушкины халатики. Мне кажется, это стоит рублей 200. Почувствовать бабушку. Она у меня просто умерла года два назад, а так на себя накинула сразу бабушкины вайп. Так, ну это мое вообще самое любимое. Ты наделай, ты сразу красивая, ты сразу королева жизни этой деревни в 30 человек. Вот это вот платье, оно стопроцентный лен, тоже ручная работа. Это национальный костюм, это марийский моей мамы. Мы удмуртые, жилетка вообще-то удмуртская. На случай семейных торжеств и праздников. Наш второй дом. Дом такой же. Куда им столько экранов? Я не знаю, что у них там так много камер, что ли? Как первый, но просторнее. Поставили такую вот советскую стенку. Тут, получается, гостиная, стол вот тут тоже. Советскую стенку. У вас нету советской тряпки, чтобы окна не заляпывать и протирать их? Такой был прекрасный, семейный. Мы тут собираемся. У нас блины по воскресеньям всей семьей сидим. Эту конструкцию я тоже делала сама. Это тренд моего деревенского сезона. Сумка из бересты. Я ей очень горжусь. Мне муж сколотил кухню по моему дизайну. Вот такая столешница. Вот даже у нас, посмотрите, детский стульчик. Он такой, как был раньше. А это тоже для мужа. Бизнес-ланч. В поля возить, когда он будет работать на тракторе. Обожаю свою кухню, обожаю готовить. Особенно вот специально мы сделали тут, чтобы был такой вид. Алиса – личность увлеченная. Она и поет, и рисует, и даже жонглирует. Все хобби также приносят доход. Мне нравится себя проявлять. Я вышиваю, я делаю микроме, рисую, даже вязала. Одел крошки, открытки мы создавали из деревни. Сказки записывали, адки, аутентичные. Как принято в деревне, все удобства у Мелехиных располагаются на улице. Это... Что ты куртку надела? Шкуру бы из барана себе сделала и ходила бы так. Любишь же природу. Одно из самых моих любимых мест – это наша баня. Мы ходим один раз в неделю, как в старые добрые времена. Я люблю пожар, чем мы. Блин, так ужасно. Я просто помню, что я в деревне жил долго, и мы топили баню раз в неделю. И казалось, что там типа ок. Там, ну, что-то, может, подмывались, а кто еще. Я сейчас живу, я принимаю душ один-два раза в день. Я думаю, блядь, как я раньше вообще жить мог вот так вот, чтобы свое вот нежнейшее тельце, горяченькой водичкой-то хотя бы не облить полностью, голову-то не намылить. Я понимаю, что привык к удобству, но все равно, что сейчас даже с палаткой поехать можно. Можно уже вот эту душу-улейку купить в Алиэкспресс, просто там в стакан теплой воды ставил и себя полил. Ну, ну... Книжочек, прыгнем, тут чай попьем, далее посмотрим, пообщаемся. Баня такая же прекрасная. Потрахаемся. Деревня для меня лучше любого города. Здесь весь... Если что, это не предложение. Весело, интересно, здесь люди душевные. Но чтобы это утверждать, мне нужно это проверить. По условиям проекта селянка и горожанка на три дня меняются местами. От съемочной группы они получают билеты. Нет, отвезли необходимую сумму, чтобы добраться до пункта назначения. Привет, Алиса. Ты отправляешься первым классом в Москву. Ни о чем не переживай. Тебя встретят и доставят до нового места жительства. Ну что? Я леду в Москву! Сейчас представляю горожанку. Типичная москвичка, которая живет, скорее всего, в Москва-сити. Сумки, губы, бренды. Готовить не умеет. Ест только в ресторанах. Муж очень богатый, поэтому она его не раскрывает, соответственно. А это горожанка Дарья Кривошеева. Москвичка, 29 лет. Владелица сети фитнес-салонов и дачи в Дубае. Блогер. В разводе. Есть сын Мирослав, 5 лет. Моя жизнь – это бизнес, путешествия, отдых, шоппинг. Все, что я люблю и все, что мне доставляет удовольствие. Владелица фитнес-салонов, а щеки-то как футбольное поле. Удовольствие. Родилась и выросла Дарья в столице в обеспеченной семье. Мама Светлана Кривлева – олимпийская чемпионка в толкании ядра. Папа Андрей Бондарев – бизнесмен. Занимается недвижимостью. Спорт в нашей семье – это неотъемлемая часть жизни. Верится, верится, особенно по этим сильным рукам. Наверное, качаешь бицуху. Я свою юность посвятила баскетболу. Моя история с спортом закончилась, когда я поступила в МГУ. Сделала акцент на своем образовании. После университета в 20 лет Дарья вышла замуж за программиста Антона. Через 4 года у них появился сын Мирослав. Но год назад пара развелась. У меня с мужем были разные цели, разные ценности. Мы приняли решение ради ребенка поддерживать дружеские отношения. Проводить время вместе с ребенком раз в неделю, чтобы у него была семья, и мама, и папа. Двоюродная сестра Дарья Мария – тренер по фитнесу. Три года назад девушки открыли студию растяжки. Сегодня это сеть фитнес-центров. Франшизу продают по всей России, странам СНГ и даже в Эмиратах. Я сама всегда посещаю все занятия нашей студии, потому что это полезно. Ни одной тренировки не пропускает. Видно, видно. Это полезно для тела. И для бизнеса это имеет также пользу, так как я могу... Просто вечером любит белое, сухое, с устрицами. ...троллировать весь процесс, качество тренировок, следить за состоянием студии. Ежемесячный доход Дарьи – около полутора миллионов рублей. Она владелица спортивного черного Порше стоимостью 15 миллионов. Помимо движимого имущества, Дарья скупает и недвижимое. У нее три квартиры в Дубае. Я называю Дубай дубайском, потому что это для меня как дача. Я езжу туда на выходные, и они мне... Она одна так называет, никто так больше не называет. Я как родные уже что ли стали. В Москве Даша живет в квартире площадью 140 квадратных метров. Это моя гостиная. Вместе с дизайнером все заказывали в Италии. Это мраморный стол, также к нему были стулья. Вся мебель моей квартиры изготовлена на заказ. Здесь приставка. Месте с моим сыном мы играем по вечерам. На данный момент он находится у бабушки. В Дубайске, наверное, на даче, да? Это мой любимый диван. Был заказан за границей. Он полностью электрический. Нажатие кнопки выдвигаются все детали. Стоимость этого дивана более 600 тысяч рублей. А это моя шикарная кухня. Поэтому собаку не покупаем и кошку, а басы-то потом выкидывать жалко. Мне она обошлась около пяти миллионов. Собаку или кошку жалко выкидывать, не диван. Диванов рублей, потому что здесь мраморное стекло, привезенное из Италии на заказ. Это столешница из натурального камня. Здесь же также находится плита. Ей я в основном не пользуюсь, потому что меня либо не бывает дома и в ресторанах, либо готовит на ней моя домработница. Это спальня моего любимого сына. Для своего ребенка я ничего не жалею, поэтому у него самые дорогие, самые крутые игрушки. Начиная от таких гаджетов, от 15-20 тысяч, заканчивая подарочным деревянным набором. Он стоит около 60 тысяч рублей. Все, что он хочет, я все ему покупаю. Особый уют в моей спальне, конечно же, приносит этот камин. За 15 тысяч рублей. Очень большая инвестиция, я так скажу. Которая по бартеру дается. Мне очень нравится по вечерам наблюдать, как горит огонь. Мраморные стены, правая и левая часть обошлись примерно в 300 тысяч. Это моя гардеробная. Я думаю, что каждая девушка мечтает о такой. Моя коллекция сумок собираю я на протяжении 15 лет. Мои любимые бренды это, естественно, Эрме, Шанель, Баленсиага. Сумка Эрме. Я купила ее сама себе. Эта сумка стоит от 2,5 миллионов рублей. Мои любимые часы мне подарили их на окончании университета. Ролексы с бриллиантами. Стоят где-то 3,5 миллиона. Моя коллекция обуви. Эти туфли это мои свадебные. Дольче. Они стоили в 1000 долларов. Туфли остались, а может они этого. Туфли известного бренда. Стоимость около 200 тысяч рублей. У меня есть моя любимая шляпа. Шапка Гуччи. Стоимость ее 950 долларов. Одежду я предпочитаю именно от Кристиан Диор. Пальто у меня есть. Стоимость 400 тысяч. В коллекции у меня представлено много свитеров Баленсиага. Все самое популярное. Мои наряды, которые я одеваю на красную дорожку, либо какие-то мероприятия. Многие вещи достаются Даше по бартеру. Горожанка-популярный блогер. Пиаря свой бизнес, она сделала имя и себе. Горожанка-популярный блогер. Каждую неделю я выхожу в свет, а может быть и чаще. Меня приглашают на все новые показы. Модные также кинопремьеры, посещение разных выставок. Я нахожусь в компании со многими медийными личностями, звездами и блогерами. Дарья никогда ничего не делала своими руками. Она всю жизнь окружена прислугой и помощниками. Я никогда не была в настоящей деревне. Я не знаю, что такое физический труд. Поэтому хочу поехать в деревню, чтобы народ прочувствовать побольше и впаривать курсы по внутреннему развитию простому люду. Так сказать, всего лишь за 888 тысяч рублей они смогут купить мой курс и зарабатывать на этом в 5 раз больше. И считаю, что его-то как раз мне и надо познать, чтобы понять, не упустила ли я что-то в своей жизни. Как и селянка от съемочной группы, горожанка получает билет, адрес и необходимую сумму, чтобы добраться до пункта назначения. Привет, Даша. Ты отправляешься в Удмуртию. Ну, собственно, как я и предполагала, в самое дно какое-то. Тебе предстоит на поезде добраться до города Глазов. Оттуда 30 минут на маршрутке. До Пупинска. А после приезжаем в село Пятанск. Дальше приезжаем, а там будет уже... Добейте до меня. Древний Пышкец. Бюджет на дорогу 50 рублей на маршрутку. В Москве я бы, наверное, двух шагов за эти деньги не сделала. Селянка Алиса доехала до Москвы на поезде в спальном вагоне первого класса. У Ярославского вокзала ее встречает полгаршанки Артем. Ты голодная? Да. Можешь по шаурме? Давай. Тут самая вкусная шаурма в Москве. Самая вкусная, да. Одну шаурму. У тебя как желудок воспринимает? Ну, я не знаю, я бы не рискал на вокзале есть шаурму. И до сих пор не рискую. Всегда иду проверенные места, какие-нибудь KFC. И хватит мне. Давай свежее. У нас же деревня и свежие продукты. Своё. Да. А у вас мясо ваше? Нет, не могу. Горячь его мне привозят. Видишь, откуда-то привозят. Возможно, из Удмуртии как раз. Сто процентов. Ну что, за здоровье? За приезд. Это же традиционная история для Москвы. Перекус. Если что, я тебе дам активизированный уголь. Ну что, на чем поедем? На метро или на трамвае? Давай, как скажешь. Поедем на электрическом трамвае, который называется Porsche. Это название конфет? Это машина? Это машина. Да ладно? Что, серьезно? У меня слишком грязные ноги, чтобы туда-то лазить. Стесняюсь садиться. Залезай. Класс. Мне интересно узнать про Дашу. У Даши своя сеть фитнес-студий. Кстати, для Даши гарантированно полное погружение в атмосферу деревни, простора и немножечко грязи. Но тоже разнообразие, согласись, да. Не хотела ли ты переехать в другой город? Не, вообще ни разу. Не скучно? Мне наоборот, кстати, вот кажется, что в городе скучно и нечем заняться. И я, может быть, во многом и поэтому решилась на вот такое приключение, чтобы посмотреть, чем вы тут вообще занимаетесь и стоит ли вообще это того. Тем временем горожанка Дарья прибыла на вокзал города Глазов и купила билет на моржку. Поход сюда, как в чемодан, думаю, поместится. Какой чемодан? Как будто на море собирается. Почти. А куда без следа бабки-то? Через 40 минут тряски по проселочным дорогам Дарья вышла на остановке деревня Пышкет. А что в ягне никто не встречает? Где люди-то? Такое ощущение, что в этой дыре только я одна жить буду. Одиночество Дарьи закончилось приездом друга селянки Павла. Привет. Привет. Ну вот, садись тогда, сейчас довезем. Ну огонь. Такого еще у меня не было. Ну все, держись. Ну было за что. Держись только покрепче. Что еще? Уху! Какой там сноуборд дубайский, вот тебе развлекалка. Все, застряли. Люди! Помогите! Так, сейчас держись крепко, будет рывок. Ааа! Что тут, ***, трансфер? Ааа! Ааа! Может лучше с тобой поеду? Ну слушай, давай, да, действительно. Доброе утро. Приграли, хватит. Поезжаем. Приехали. Ну, спасибо, что живой. Проходи, здесь все открыто. Алексея нет дома. Это кто? Это хозяин дома. Он уехал за стрижкой, за этой машинкой постригать овечек. Давай, удачи. Спасибо. С туфлях, конечно, тут не похожи. Это было правильное решение взять совой луги. Ну да, правильно, их же надо прямо сейчас переодеться. Не час назад. Теперь более-менее по местности одета. Алису в столице тоже доставили до дома с ветерком. Друг горожанки Артем передал ей ключи от квартиры Даши. Дарья Бондарева офишал, 288 тысяч подписчиков. У нас с ней даже есть общие знакомые. На нее подписан Ксения Романова и Роман Каграманов. Может быть и правда, Дарья очень хорошая. Ну, в целом, аккаунт как аккаунт. Яхты, отели, цветы, рестораны, тиви. Вот, выступил на шоу, наверное, «Мускул Дубай». А почему не «Дубаинск»? Короче, ну, нету никаких курсов, кстати говоря. Это плюс, это плюс, чисто свой бизнес. Мама блогер и предприниматель, значит, она еще и мама. Значит, у нас точно с ней будут общие темы. Вау, я заплачу. Так это капец как круто. Это очень красиво. Ну, а на хуй тогда старый шкаф покупали домой, блин. Если бы у тебя муж столешницу смог собрать, он шкаф не может нормально сколотить. Просто, просто классно. Воду не надо выливать на улицу. Просто есть канализация. Я просто плачу от красоты, потому что реально очень красиво. Плакать от красоты можно. И от зависти тоже можно. Нужно попрощаться с кухней и взять себя в руки и обследовать остальный дом, пока мне не случился инфаркт, иначе я не вернусь домой. Я расплакалась, расчувствовалась от красоты, потому что такие картинки, они всегда попадаются в интернете, по телевизору. И вот эта картинка ожила, это вау, очень красиво, выглядит как сказка, как мечта. О, это тот самый распиаренный прибор для волос. Вот как ты выглядишь. Вот хочу понять, в чем прикол, за что люди платят столько денег и гоняются, и просят у мужей вот этот вот прибор. За бесшумность. Что, типа это фен? Класс. Собственно, и все. Дружок, ты меня не впечатлил? О, это детская, такая простая. Не, она может просто себе позволить себе купить, а ты нет. Для нее это... Сторная, такая светлая. У нас есть точно такой же гусь, только меньше в 25 раз. В деревне других много игрушек, там, мы с теста лепим, там, с тряпом пирожки настоящие. Но все равно, если мои девочки здесь были бы, они здесь все оценили, это было все оба уже разрисовано. Мое сердце не выдержит, просто уже было. Ну, это как прям в кино. Вот это очень красиво, блин, я бы, конечно... Тут что живет, Джулия Робертс? Гулять да гулять, ёкало моне, вдруг у меня в жизни больше этого не будет. Каблук мне очень нравится. Блин. На рюмку похожа, мне тоже нравится. Главное, чтоб сейчас 12 не пробило, и колета не превратилась в тыкву. Воооо, это вообще просто! Мне очень нравится вот этот вот дизайн, она как сумка для похода в магазин. Вот эта поясная сумка мне тоже нравится. Когда нужно что-то по хозяйству делать в огороде, вообще подойдет. Телефон положил, самое то... Попробую я подобрать образ. Посмотрю, что получится, очень интересно. Что-то селим. Ну все, теперь... А ей идет, ей прям идет, я бы сказал. В этой квартире я себя чувствую как дома. Все, я готова. По условиям проекта селянка и горожанка занимаются ежедневными делами друг друга. Девушки оставляют распорядок дня, в котором указано, что, где и с кем нужно будет делать. Алиса, привет. Добро пожаловать в мою роскошную активную жизнь. Я владелица сети студий «Растяжки». Сегодня у меня назначено собеседование и пробное занятие с тренером по аэро-йоге. Проведи встречу за меня и оцени инструктора. Блин, я думаю, меня ждет интересное приключение, я не знаю, что ожидать. Меня постоянно приглашают на различные мероприятия. Вечером дегустация дорогих и редких сыров. О, это я люблю. Бюджет на сегодня 10 тысяч рублей. Вау. Денег нет, конечно же. Может, это... О, 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 пошло. Перед занятием мне рекомендуется плотно есть. Но если очень хочешь, с дороги перекуси фруктами и йогуртом. Я не откажусь. Я, насколько знаю, это можно вот сделать вот так. Я надеюсь, я правильно его ем. Похоже на картошку. Ну, кстати, невкусно. Может, не сезон. Ладно. По-любому, вот эти фрукты стоят кучу денег. А-а-а, вот, это очень вкусно должно быть. Там есть косточка. М-м-м, а это вкусно. У нее потом аллергия будет. А течет, все задохнется, я то, что фрукты поела. Я бы пробовала фрукты. Какие-то мне понравились, какие-то вообще были безвкусные. Но в целом, я бы лучше бананчики, как обычно, яблочки, вот это вот. Это так. Цебульку, картофель. Поняли, поняли. Пока Алиса входит во вкус городской жизни, горожанка Дарья начинает знакомство с деревенскими владениями селянки. Ого! А участок этот большой, только, видим, его никто не чистит. И это туалет… Каждый день они начинают чистить? Он же ледяной. Как все плохо. Что? Большой, только, видимо, его никто не чистит. И это туалет. О! Как они могут сюда в туалет находить? Он же ледяной. У них ведро, они прям, что, на картах прям там? Фу, блядь. Что, дырку не могли пробить, что ли? Ой, как все плохо. Как-то где тут живут. Холод. Ой, какая-то штучка. Ой. Надеюсь, снимай комнату. Походу, тут какой-то склад конечностей. О, это, походу, замерзшая кровь бегающих барашков. Мне напоминает фильм ужасов какой-то. Что-то как-то у них все тут много. Для деревенского домика-то. Тут что, несколько семей живет. Тут хотя бы тепло. Ковер. Прямо как из фильмов про 90-е. Ух ты. Вот этот гардероб. Опа, опа. У меня половая тряпка дома красивей. Здесь просто можно делать опрос на самый худший лук года. Даже деревенский. Мне кажется, вот в таких халатах у меня в детстве женщины гоняли. Там, когда в огородке залезешь и яблоки воруешь, она выходит такая. У него так сиськи трясутся. Она пишет за тобой. Куда, блядь? Я знаю, это раскладушка. Или нет? Ого. Надеюсь, я тут не буду спать. Так, что здесь у нас? Даша, привет. Добро пожаловать в нашу любимую деревню. Тут круче, чем в городе. Ты скоро сама это поймешь. Но я уже поняла, пока добиралась на поезде, на автобусе и на санях. Дом мы топим печкой. Она наша главная обогревательница и гордость. Но немного пообтаскалась. Ее необходимо обновить. Муж поможет тебе ее побелить. Да тут, судя по моей экскурсии, можно обновить просто все. Можно снести и заново построить. Я выжигаю по дереву, делаю на продажу красивые брошки. Нужно доделать заказ, за ним завтра утром придут и заплатят 500 рублей. Вообще, я сюда приехала, чтобы гулять, смотреть животных. Но точно не брошки выжигать. В холодильнике есть пельмени. Свори себе, поешь с дороги. Но это спасибо. Пельмени, наверное, можно и из-под крана варить. Интересно, это что, ведро? Там что, дырка? О, кошмар какой. Плита. Современная. Одна комфортная. О! Удивительно, что она плакала, когда видела ее кухню. Там просто чистой кружки обрадуешься. Работает. Обброшу все, наверное. Чей чемодан? О, привет. Привет, я Алексей. Я Даша. Это тебе. Ой, спасибо. Наш деревенский букетик. Из душицы, с нашего поля. О чем пахнет? Я решила пельмени сварить. Присоединяйся ко мне. Отлично. Я обратила внимание, что там есть фотографии. Это твоя жена и дети, да, как я понимаю? Да, это моя жена Алиса. У нас двое детей. Также здесь мои родители. И бабушка моя. У нас тут четыре поколения. А где все? А где родственники и жены? Вопрос такой. Либо тебе настолько здесь комфортно, что ты сюда жену свою привел, а ей деваться уже некуда. Все мы будем жить. Ты не переживай. То есть мы тебе освободили вот целый наш дом. На первый взгляд, это очень добрый, очень заботливый человек, который точно не оставит меня в беде. Слава богу, такой мужчина-помощник у меня здесь будет. В Москве селянка Алиса уже примеряет на себя рабочие обязанности горожанки. Ей предстоит заменить Дарью в ее фитнес-студии и провести собеседование. Я сегодня вместо Даши ваш босс. Да, и Виолетта Дарья нас предупреждала. Ну смотрите, это в принципе наш зал. Это большой зал. По поводу тренера. Это маленький зал, это средний зал. Надо знать эмпатичность тренера. Также его физическая подготовка. Я сегодня босс, я посмотрю и я разбираюсь в людях. Я думаю, что все пройдет нормально. Дарья еще занимается, у нее своя линия одежды спортивной. Вот, она вам подобрала костюм. Переодеться, перед тренировкой. Спасибо. Как вам хорошо подошел костюмчик? Мне как-то, конечно, не по себе, потому что как-то обтягивает все. Вот, кстати, хочу вас познакомить, это вот кандидат на тренера, у нас зовут ее Елена. Вот можете как раз пообщаться с ней. Ну давайте туда, может, присядем, поговорим. А почему вы решили прийти сюда работать? Вас где-то уволили или поменяли? Просто поменяли место работы, решили поменять. Мне понравилось это фитнес-направление, и мне бы хотелось этим заниматься в жизни. А вот, представляете, пришла к вам на занятия, вот я, например, я вообще не понимаю, что здесь происходит. У меня что-то не получается, я громко смеюсь, веду себя, может быть, немножко неадекватно. А как вы с такими посетителями себя будете вести? Постараюсь вовлечь в процесс тренировки, чтобы клиент не отвлекался. А бывали у вас скандальные такие клиенты, когда посреди тренировки может закатиться скандал, что нет никакого результата? Данное направление, оно ведь на поддержание здоровья, а не ради каких-то особых результатов. Поэтому здесь больше это делается для себя, и то есть таких случаев почти не возникает. Сегодня по расписанию в студии занятия по йоге. По правилам фитнес-клуба новый тренер должен провести пробную тренировку, чтобы продемонстрировать свою подготовку. Давайте приступим к занятиям. Начнем с простого. Поднимаем правую ножку, закладываем гамак, ручки выпрямляем, и красиво голову назад. Попробуйте. Мне кажется, я как шаурмана вертели просто. А куда держаться-то? Спокойно, одну ручку мы вперед, прямую можно вытащить. Я боюсь. Одну. И вторую. О, вау! Ну вот, супер, отлично. Я съела? Больше ничего? Да. Я вот первый раз, и у меня уже получается все. Это хороший знак. Как спина? Ох, круто, кстати. Вот и все. Ох, умничка. Я все поняла. У меня еще дела. Я, пожалуй, пойду. У меня что-то немножечко дурно. Но вы замечательная. Спасибо. Вы приняты, кстати. Я рада. В целом... Когда от фруктов замутила. Сейчас в туалет побежит. Мне понравилось. Я приняла эту девушку на работу, потому что даже я, даже я смогла сделать такие элементы. Вау. Я вот не знаю, что люди удивляются, да, вот этому, ну, навесному. У меня вот яйца вот 33 года вот так вот висят они. Каждый раз они меня вот так же переворачиваются и вот так же обратно делают, да. Никто их не хвалит. Никто. А вот за это еще люди деньги платят. Пока в столице Алиса приходит в себя после кульбитов в воздухе, в деревне Пышкетс горожанка Дарья с мужем селянки приступает к побелке печи. Слушай, я нашла только это. Шапку волк. Это от сбежавшего зэка, видимо, форму. Бежал он через Пышкетс. Отсиделся у них. Что, чтобы убрать? Нормально? Я не испачкаюсь? Шапке может быть жарко, но главное, что этот волос будет целей. В таком виде я, мне кажется, не то, чтобы... Надо было целлофановый пакет на голову накинуть, да и все. Мои друзья, я бы сама себя не узнала. Так, я уже развел пасту. Берешь, макаешь, главное промазать швы. Короче, грязь замазываем. Да. Принцип понятен? О, да. Я бы, ну хоть бы кто-нибудь сказал, нет, я не понимаю. А это прям, надо так? О, замазывается? Ого! Что, новый сезон Мистер Экса выйдет? Я не знал. Пойду кормить овец. Пойду, проверю. Хорошо. Я уже забыла, как мазать. Вроде получается. Ничего не белее. Молодец, молодец. Но мажем дальше. Представим, что я Малевич. У него был черный квадрат, а у меня белый квадрат. Вот будет у меня дом свой. Тоже печь сделаю. Меня будет это успокаивать по вечерам. Так. Все нормально? Вот это железняки тоже нужно все покрывать. В целом все этот хорошо. Ну, босс, окей. Будет за собой все убрать. У нас нет одного работницы. Хорошо. Что надо, ты убери. Надо, наверное, смыть пол. Последний раз. Так, наверное. Полы я после какой-нибудь вечеринки дома мыла. Чтобы родители не увидели. Вроде нормально. Зато кожаные штаны, блядь, ты за 25 минимум обосрала. Зато деревянный пол, блядь, который даже не крашеный, убитый, от мыла. Я теперь грязнее, чем этот пол. В Москве я обычно всегда, если что-то мне нужно, покрасить, сделать, отремонтировать. Я нанимаю специально обученных людей, которые приходят и делают это, а я им за это плачу. Каждую неделю Дарья посещает светские тусовки. Вместо нее сегодня селянка отправляется на дегустацию редких сыров с друзьями горожанки. О, кто пришел? Привет. Так сказать, пришли на коровую вечеринку. Чисто твердого молока поесть. Привет. Меня зовут Диана. Меня зовут Алиса. Ловимся. Так, у вас принято, да, сразу вы молодцы. Я подруга Даша. Сейчас будем знакомиться. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Меня зовут Антон Прокофьев, я шеф-повар. И завершаем мы сегодняшний вечер сыр на дегустацию. Ну, по Антону видно, что он любит очень сладенькое, так сказать, в татации. Наш первый сыр. Это классика французских мягких сыров. Ты как бы, ты чисто на сыре двигаешься, как ракфор, ей-богу. Плесенью бри. Первый сыр, рабольф, он недорогой. Ну, сколько можно стоить плавленный сыр? Какие-то две с половиной тысячи килограмм? Что? Действительно, мне серьезно. А второй тоже несложно. Это нормально, это нормально. Чуть дешево как. Следующий сыр Эдам. Это как-то базово раскидали фруктовую очередь. Что-то не похоже на дегустацию сыра. Похоже просто на сырную дешевую нарезку, бля, в любом обычном заведении. Десять тысяч. Реально что-то какое-то не очень. Это же круто. Вот этот сыр реально очень вкусный. Вот распробуй его сейчас. Не испортился. Вам положили, сказали, доешьте, пожалуйста, осталось на кухне. Он с плесенью. Это самый дорогой сыр. Ты в деревне такое точно не попробуешь. Конечно. Его выкидывают. Что его пробовать-то? Я вообще не понимаю, за что пять-десять тысяч рублей в деревню пошел, корову подоил, сам сыр сделал, яйца собрал. Все натуральное, ничего не испорчено. Живем красиво и здорово. Посмотри на меня. Ну так же можешь за пять-семь тысяч рублей продавать. Просто делай хорошо этот сыр. Я сияю. Понимаешь, здесь атмосфера встречи. Ты пришел, тебе вот вина налили, тарелочку принесли. Приезжайте ко мне в гости, я вам покажу, что такое нормальный и вкусный сыр. За такие деньги вы можете накрыть просто поляну, позвать соседей и гулять, кушать целую неделю. А вот эти вот сыр, столько денег на них. Зачем? Кому? Почему? Вы в себе? Гости к нам пришли, пожаловали. Знакомьтесь, это Даша. Ну, Даша, проходите, будем стол накрывать. Ну, как скажете. В деревне... Упачки, что там у нас? Маслятки мы видим, огурчики, яблочки. Что там у нас? Не пашкет, время ужина. Во втором доме свекры селянки Наталья Викторовна и Владимир Анатольевич накрылись... А мясо-то есть у нас, нет? Дарье необходимо помочь сделать витаминный салат. Ебать, там и так витаминного полно. Можно что-нибудь мясного? Зачем ты так крупно режешь? Давай потоньше. Сейчас постараюсь. Так? Да. Морковку тереть я вроде умею. Быстрее, так до утра будешь морковку тереть. Я стараюсь. А когда мы терем морковку тереть? Алиса столько дел написала, никогда в жизни столько дел, наверное, не делала. И приминаем, да? Как белье стираешь руками. А я не стираю. Красота? Так, вот, похоже на настоящий салат. Вот, видишь, как хорошо получилось. У меня в Москве сеть фитнес-студий. И также я веду свой блог в интернете. То есть получается такой здоровый у тебя, это, Вера, работы, здоровое питание. И тут мы тебе вот... Ну, это домашняя еда. Не считается, да? Это не считается. Такое я дома не ем, поэтому у вас с удовольствием. Тут скучно не бывает в деревне. Это я уже поняла по сегодняшнему дню. Мы считаем, что жизнь в деревне может и должна быть в кайф. Поэтому надеемся, нам получится не только у тебя уработать, но и так, чтобы ты отдох... Упахать надо, у тебя как лошадь, блядь. Чтобы ты шла-шла, а потом упала и померла. Вот так вот. В деревне вот так мы живем. Весело! Упахнула, перезагрузилась и с новыми силами вернулась в свою большую историчную жизнь. После ужина Алексей проводил Дарья в дом и выдал все необходимое для крепкого сна. Комплект белья и самый главный аксессуар для измененного дома. Чтобы ты не ходила на улицу, а могла ты сделать здесь в тепле где-нибудь запечки. Спасибо большое, очень приятно. Прямо, так сказать, с барского плеча ведро мне дали, чтобы у него нас ссали. Что? В смысле, это туалет? Да. Поверь мне, это гораздо удобнее, чем в ночи ходить вот туда. Ну, давай на всякий... Поверь мне, это неудобно. Не, удобнее, если в ночи ходить, но это неудобно. Поверь мне. Сучу оставил. Я беру это ведро, пытаюсь осознать, что все эти три ночи мне придется с ним подружиться, потому что на улице... Я бы просто тупо не ел бы, чтобы не срать. Вот прям реально, я бы так настолько... Это же надо сесть, расслабиться, что-то еще. Я бы просто сказал, да я спасибо. Я вообще, на самом деле, пожалел, потому что я домашней еды поел, блин. Ладно, там хоть одни овощи были, пронесет быстренько, да и все. Бегают собаки, я боюсь выходить. Леш, мне надо выжечь какую-то штучку, чем-то, не знаю, брошки, да. Все просто, самое главное, береги руки. То есть могу прожечь себе руки? А глаза не надо? Изготовление украшений – одно из увлечений селянки, которое приносит доход. Алексей объяснил Дарье, как работает выжигательный аппарат, и ушел укладывать детей спать. Молодец, показал на живом примере. Горожанке нужно сделать брошь сегодня, так как завтра за ней уже придет покупатель. Реально выжигает что-то. А что же мне нарисовать? И я же могу делать, что я хочу. Может, тут домик сделать какой-нибудь? В деревне, как я нахожусь. Оставлю свои инициалы. Вот такой брошки точно ни у кого не будет. Потому что это лично от меня. Первый день эксперимента подходит к концу. Участницы вычеркивают из списка выполненные задачи. В столице селянка Алиса готовятся к вечерним ритуалам. Первый день эксперимента подходит к концу. Сейчас, секундочку. Я выжигаю по дереву, делаю продажу красивой брошки. Нужно доделать заказ, за ним завтра они придут. Заплатят 500 рублей. Ага. За брошку 500 рублей деревянную. Которую просто отлично. А за сыр, который нужно было найти корову, подоить ее, собрать молоко. Потом, не знаю, что там с сыром делают. Вываривают его, выстаивают. Потом этот сыр. Настаивают и так далее. То есть за него 5000 рублей херня. А за брошку 500 рублей, которая занимает буквально 30 секунд, нормально. Вычеркивают из списка выполненные задачи. В столице селянка Алиса... Нет, 5000 рублей за сыр это дорого, блядь. Я такое только, знаете, на халяву люблю. Все, в остальном мы как бы... Готовиться к вечерним ритуалам горожанки. Выпей банановую воду. Она способствует снижению стресса. Зажги ароматические палочки. Никогда не думал, что банановая вода способствует снижению стресса. Если бы я знал, в свои 23, я бы только на банановоде и сидел. А то я дурак-то, блядь. Водку да вино. Включи шум дождя. У меня шум дождя и капающей воды из крана. Каждый день в деревню, вот, ловлю дзен. Приятных снов. Вот такой банан мельчишь туда, а потом туда красненького добавляешь. Вот это вода. Надеюсь, так можно было. Молодец. Хозяйка, все мимо. Это реально, как бы, вот это вот пьют, я еще ничего не понимаю. Ладно. Мы возьмем красивый бокал. Я нашла, я нашла. Я из такого хотела всегда попробовать что-нибудь водить. Блин, мне бы его не разбить. Не знаю, правильно ли я делаю, но мне нравится то, что получилось. Даже бананы гипеток получают. В этот день, если сейчас это сработает, будет замечательно. Почему-то вкус не бананов какой-то другой. Лучше я съем бананы. Какой-то пластик. Может, бананы не настоящие в магазине продаются у вас. Я не знаю. Так себе история. Я не знаю. У вас деревня-то настоящие. Бананы, наверное, прямо там выращивают. Натураль. Поможет ли это все? Попытаемся расслабиться. Короче, мне не нравится вот эта история. Мне вообще не нравится запах. Как вы еще теперь? Хотела расслабиться, получилось только хуже. Понимаем. Теперь его затушить. У меня сейчас голова заболит. Ты покури ее. Вот для чего ты нужен. Меня уже раздражает. Я просто хочу спать и больше ничего. На этой прекрасной кроватке. Не, ну это денек, конечно. О, господи. И это сделай, и побели, и пол помой, и ужин приготовь. Еще и кровать надо застилать. С дыркой это, наверное, не простынь. О, нет. Я такое не умею. У меня такая в детстве была. Вот. Ай, воды же нет. Так, что ли, придется? Так, я еще из ведра. Точно. Какое чистое зеркало. Поражаюсь. А все в деревне говорят. Люди все хозяйственные. Не умывалась. Ладно. Хоть так. Наконец-то этот день закончился. В столице селянка Алиса проснулась от звона посуды, доносящегося из кухни. Здравствуйте, милая барышня. А вы? А я Нина Викторовна. Я Дашина домработница. Очень приятно. Это вы мне завтра приготовили? Да. Так круто. Спасибо большое. Очень вкусно. Обалденно. И авокадо. Да? Угу. Откусить? А прям сверху положить? Угу. Это очень вкусно. Такая жизнь мне нравится. Обо мне так позаботились, меня ждали. И это очень приятно. Мне бы хотелось, чтобы почаще я просыпалась и кто-то мне готовил завтраки. Да тебе может только краску развести, чтобы ты печка побелела. Мой папа всю жизнь занимался недвижимостью. Видимо, эта страсть у меня в крови. Давно ищу стильный дом для покупки. Сегодня риэлтор обещала устроить показ. Тебе придется провести осмотр. О, у меня мурашки. Сегодня тебя... Класс! Сегодня тебя ждет увлекательная игра. Мои метр пятьдесят девять и увлекательная игра в баскетбол вообще не рядом. Ааа, что? Вечером расслабься на омолаживающих процедурах. Ну, я... Ладно. Все будет как в сказке. Ааа, классно, классно. Бюджет на сегодня. Она всему радуется. Ей надо было просто ТЦ отвезти. Она, наверное, прыгала от счастья. Двадцать тысяч рублей. Опа! А утро в деревне Пышкец началось с бытовой проблемы. Даш, доброе утро. Ночью подморозило. Водопровод в подполье замерз. Придется за водой идти на колонку. Куда? На колонку. Это такая штука, ездим не торчит, а там вода бежит. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Надо же умыться этой водой. А можно еще чуть-чуть поспать? Нет, так не пойдет. Петухи уже пропили пятнадцать раз. Давай, одевайся, выходи. Я буду на улице. Буду смотреть, как ты идешь на колонку и нести обратно в воду будешь. Тоже буду смотреть. Я же такой хозяйственный мужик. У него умыться, не покушать, уже куда-то идти. Да через неделю помоемся, не переживай. Еще шесть дней ждать. Мороз. Алексей вручил Дарье кромыслы и ведра и объяснил, куда идти за водой. Ой. Алексей молодец, конечно. Ну так я точно еще не ходила за водой. Я в магазин-то редко хожу. А, вот колонка. Девая, точно. Смотри, чтобы колонка не замерзла, как ее согрели. Еще шапку надо было сверху надеть. Эй, а как работаешь-то? Кого спросить? О. Нажми, да. Нажми. Здрасте. Не могли бы мне помочь, пожалуйста? А что, воды нет? Да, я что-то пытаюсь и вообще ничего нет. Ну, поможем. Нажать надо и держать надо. Так делаем, нажимаем. Так. Но воды нет, не идет. Нет. В смысле? Нет, дернем за веревочку, может что-нибудь здесь выйдет. Вот и есть. Это что? Это шланг. Теперь откроем кран и вода бежит. Теперь можем воду набрать. Я бы так не догадалась. Я бы тоже, на самом деле, не догадался. Там колонка просто так, незачем стоит. Ведешь, наберяем и воду уже. Давайте я попробую тоже. Наверное, сначала надо засунуть, да? Да. И на шею? И на шею. Приподнимите. Так. Эту. Так, есть. Рукой приподнимите. Я как будто какой-то сериал ТОПе смотрю, если честно. Вот это. И на плечо. О, ничего себе. Ну, давай спирать в порт. Вот так поверните. Так, в сторону. На плечо. На дно? Вот, вот так. Вот сейчас я ощущаю себя прямо деревенщиной настоящей. Как мне дверь-то открыть? Так. Угу. Заезжаем боком. Так. Так. Оп. Взяли. Так, присед. Опа. Есть. Препятствия. Есть. Дальше. У меня на работе можно вести такие тренировки и на силу, и на баланс. Идеально, на мой взгляд. Наша гордость и любимое дело – это разведение овец. Сегодня весь день надо… Одну овцу я уже развел. Две еще подрастают у меня. Светить им. Ну, как же, значит, там… Для начала овец ягнят. Надо покормить и выгулить. Муж поможет. Мы часто это делаем. Как можно выгуливать овец? Это же не собаки. Из овечьей шерсти получаются теплые носочки, классные валенки и даже мочалки. Обработай шерсть, почисти ее от мусора. Это я буду снимать с овцы шерсть, что ли? Чтобы что-то связать из шерсти, ее необходимо спрести. Тебе поможет староста нашей деревни Лидия Афанасьевна. О, Господи. Я не то, что вязать, я даже нитку в иголку никогда не вставляла еще. Бюджет на сегодня, ну, естественно, ноль рублей. В Москве селянка на такси добралась до загородного дома на Рублевке. Алису встречает риэлтор Елена. У меня тоже есть дом в деревне. Я домовладелица. И у меня очень будет много вопросов каверзных. Но главный запрос у Дарьи был, чтобы дома были в пастельных тонах. Пожалуйста, вот нюдовые тона, как она просила. Какие тона? Нюдовые. Это как? Нежные. Нежные, да? Да. Хорошо. В данном доме четыре спальни. Мне очень нравится то, что шоу нихуя непостановочное. Потому что же покупку недвижимости больше 25 миллионов. Мы же можем просто доверить человеку, которого никогда не видели. Достаточно просто, ну, у тебя же есть ТЗ по покупке, там, пастельные тона, тона, нюдовые оттенки, что там, вот. Ну, человек же разберется, съездит, посмотрит, расскажет, добро. Красота, ну, радость, не шоу, радость. Три санузла на втором этаже и два санузла на первом этаже. Джакузи встроенные. Еще брошкой, блядь, она ходит. Чего с этой брошкой ты ходишь? Просто у тебя брусок, ну, кто ходит с брошками такими, мне интересно. Ну, дом еще, да, ну, тут, ну, что это такое, блядь? Техника. А смысл покупать дом за городом, если ты то же самое имеешь, что в квартире? Ну. Вопрос. Смысл жить в деревне, в усранном доме, если можно сделать лучше? Смысл. Ну, как, у нас же здесь есть еще приусадебный участок, пожалуйста. Выглянул в окно, и тут забор. Ну, типа, ты покупаешь для простора, а его нет. Есть простор. Есть. Соседей, как минимум, нет. Это очень близко. Как нет простора? Пожалуйста. Великолепная веранда. Семь соток. Вот у меня гектар участок, вот там вот вышел, вот палатку поставил. Тут речка, тут дети бегают. А я не просто, ну, я, может быть, тупая или что-то я не догоняю, я не знаю. Типа, чтобы что, ты едешь из города, с Москвы, два часа, чтобы почувствовать простор, а его тут нет, а тут забор соседей, и даже птицы не поют. Ну, ради того, чтобы шашлычок пожарить и занести буквально сразу же в дом, это того стоит. Это инвестирует. Ради шашлыка инвестировать, сколько дом стоит? Миллионов, наверное, 60, может быть, 50. Ради того, чтобы шашлык заносить максимально быстро, тепленьким, горяченьким, оно того стоит. Деревьев настоящих нет. А можно сюда? Ну, еще ладно, в теплую погоду можно посидеть, чаю попить на веранде. Ну, да, не стоит это? Стоит. Да, печку поставить. Ну, этот данный дом не предусмотрен для печки и дров. Здесь теплый пол. В таких домах камины, здесь вентиляционная система, все продумано. Бля, дом охуенный. Посмотрите, какое раздолье. Эй! Вдруг она сейчас приедет из деревни, пропитается. Какая-то дикая прям. Духом деревни ей захочется держать овец. Какие овцы? Вы в самом престижном направлении Москвы. Удмуртские. Очень известная порода. Сейчас очень их престижно, между прочим, держать. Олеся, давайте вы осмотритесь. Мне надо сделать срочный звонок. О, это тоже, наверное, ненастоящий. Сейчас я подсчитаю. Я же говорю, липовый. О, ё-о, 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 всё, мне в этом доме точно не рада, я ухожу. В деревне Пышкиц после завтрака горожанка отправилась к... Ну, это же на случайность. Это не постаново. ...меть овец и ягнят под руководством мужа селянки Алексея. О, какая прелесть. Ну, всё, она теперь будет думать, что это её мама, и будет повсюду за тобой ходить. Как в рекой. Да, когда ты будешь корлышкой этому овечке перелезать, ты тоже будешь думать, что это твоя мама. Когда-нибудь кормила соски животных? Животных нет, только ребёнка. Он примерно так же у меня ел. Жадина, какая настырная, всё хочет допить до конца, да? Какая красивая овечка. Не опнешь, нет? Ой, конечно, она дала наконец-таки дева трогать. У меня такие эмоции, такие ощущения приятные, что я нужна этому малышу, что он так жадно пьёт это молоко. Маленькие, они очень прикольные. Если бы у меня был свой дом, вот я бы хотела таких себе завести. Пойдём кормить остальных. Пойдём. Они издят у нас овёс. Насыпай два ведра. Так, пересыплю. Чаю всех накормлю. Вот здесь у нас такие кормушки, насыпаясь туда овсам, чтобы примерно было одинаково. Ровненьким слоем. Нормально? Ой, я сейчас сделаю. Вот так, да-да-да. Сейчас будет самый яркий и самый любимый момент. Овцы, они всё снесут на своём пути. Мои хорошие. Вот так вот они. Это просто волна. И маленькие побежали. Маленькие, да, в конце. Аккуратно, близко не подходи, потому что овцы очень пугливые животные. Вот, видишь, вот ягнята вместе с овечками, они вот едят. Да. Прикольно. Мы открываем, и они забегают. Мака-мака-мака-мака-мака-мака-мака-мака-мака. Мака-мака-мака-мака-мака. Попробую, что вчера так же сделал. Толпу увижу, там, определённую группу лиц. Мака-мака-мака. Покручу, может быть, сразу дверь открою, может быть, сразу толпа уйдёт. Вот чистим. Сначала убираем крупный мусор. А что это? Солома. Трава. Ну, бывает, что попадают и овечьи какашки. Свёкор селянки Владимир. Ну, это не крупный мусор, это можно в рот сразу же. Аркадьевич знакомит горожанку с деталями производства овечьей шерсти. Берём вот кусок и начинаем вот теребить потихоньку. Убираем крупную грязь. Ой, ой, фу. Тут вообще невозможных очистить, тут всё в говне каком-то. А это нельзя как-то по-другому не руками делать? А это что вы делаете? А это я сейчас уже, которая более-менее уже чистая шерсть, крупную грязь мы убрали. А можно я лучше вот этим буду заниматься? Только аккуратно, потому что тут зубья острые, можно палец поранить. Сильно не дави, потихонечку. Да-да-да, тихонечко так. Вот. Я уже правда не могу, у меня уже всё болит. И спина, и на коленях так стоять я точно не привыкла. Мне кажется, я потом не разогнусь. От тяжёлого труда Дарью спасла покупательница броши Наталья. Привет. Привет. Я за брошкой. Эта брошка стоит 500 рублей. Я бы, честно, дала бы рублей 300. Ну вот смотри, тут клей. Это просто у нас так модно сейчас, что всё неряшливо. Это оригинал. То, что клея не надо. Потому что в оригинале только клея не видно, вы понимаете? Потому что сразу видно, что клеился руками. А это не вот эти вот машины. Это твоя первая брошка. Давай, мы всё-таки остановимся на 400 рублей. Спасибо большое. До свидания. До свидания. О, крутяк. Я надеюсь, эта брошка хотя бы как оберег действует. Не знаю, от какой-нибудь там стрелы, летающей мимо этой деревни. От пули бережёт. Что ещё эта брошка может спасти? От чего это может спасти она? Я тут ещё денег заработала. Вот это значит предприниматель. Давай-давай, бизнес-умен. Работа не ждёт. Убирай здесь, а я... О, да. Шерсть заказчику. Я уже думаю, как я буду от этого отмываться. Возможно ли это вообще? Господи, это не метёлка, это какие-то перья. Такие же были в детстве, блядь. Поднимаю. Три года буду это всё убирать. У них нет веника, что ли, обычного? Что-то мне перестало нравиться в деревне. Возьму. Возьму. Тут и незаметно. Ха-ха. Горожан. Да это всё правильно. Там ковры эти не менее грязные, чем этот пол. Что там подметать? С детства занималась баскетболом. Несмотря на то, что профессиональная карьера в спорте окончена, Даша регулярно участвует в любительских играх. Сегодня заменить её в команде предстоит Алисе. Освоиться ей помогает подруга Даши Диана. Ждите в раздевалку. Подготовимся. Я уже волнуюсь. Тебе приготовили одежду? А ты сама играла вообще? В школе. В школе? Я вообще метр пятьдесят девять. А если ты ростом низкая, то у меня получится вообще играть? Научим тебя нормально всё. Даша хорошо ведь играет, да? Даша очень хорошо играет, да. Ты должна не подвести. Я постараюсь, но не обещаю. Девочки, познакомьтесь. Это Алиса. Она заменяет сегодня Дашу. Это она сострения. Здравствуйте. Я не умею играть. Придётся. В смысле, всё уже начинается, игра? Да. Мы просто разминаемся здесь. Мы сейчас просто... Куда надо забивать? Вот. Сюда. Сейчас я вам покажу класс. Да? И идём. Почти. Как это ты делала? Так, вот так, вот так, вот так. Раз, два, два. Ну наконец-то. Кайф. Меня возьмётесь к себе в команду. У меня, мне кажется, большое будущее. Сейчас посмотрим. Давайте играем. Куда мяч полетит? Я тут. Я тут. Иди, иди, иди. Спасуй. Ай, положи. Давай кидай. Мазила, блин. Ну не спи. Куда ты кидаешь? Девчонки, соберитесь. Молодец. Я здесь. Ну, давай пока. Есть такое ощущение, что из них никто не будет играть. Даже класс. Даже Даша. Ай, ну что ж такое, блин? Ну что ты, блин? Мы должны выиграть. Давай! Я тут! Давай. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Мы выиграли всё, три. Мы выиграли. Три – один. У-у-у-у-у! Алиса, молодец, достойная замена Даши. Я думала, вы продуете. Моя команда победила. Даже сама забила несколько мячей. Я горжусь собой. Ой, я горжусь тем, что я не ударила в грязь лицом перед Дашей. И она тоже может мной гордиться. Раз в неделю Алиса помогает старости деревни Лидии Афанасьевне сучить нитки на веретине. Сегодня этим займется горожанка. Бабушка, я пришла. Кричала, кричала, никто не отвечает. Решила зайти сама. Не закрываемся. А это что вообще потом получится? Нитка делается. Уже вязать потом можно. А вязать какие-то типа носков, шапочки? Все, все можно. Надо сначала бить вот так руками, чтобы в хресте ровно комки, чтобы не были. Разрывать комочки. Да, молодец, получается. Вот сейчас сюда положим. В хресте можно. Я ее сюда высовываю. Вот. Просто завязываю. Чтобы вы понимали, у меня бабушка до сих пор этим занимается. По багажной стороне. Овец мы сейчас давно не держат уже. Но кого-то она берет, стригут когда. И вот она вот ей... У нас остались только козы, наверное, там свиньи, еще что-нибудь. Коров нет, да. И много гусей, уток. Но вот это вот... Я каждый раз, когда сезон происходит, я приезжаю, каждый раз думаю, побольше неужели ты до сих пор как бы... И ей там 80 уже с хвостом чем-то лет. Кайфует. Да-да-да. Вот это вот крутить, тянуть. Кручу в какую сторону? В эту? Правильно? Крути-крути. Вот так поправляешь. Получается уже. Ура, браво. Ура-браво. Как ты так делаешь? Я даже не представляла, что это так тяжело. Делается, да. Да, очень... Ну, пока сижу, уже спина заболела. Как вы этим занимаетесь, я не понимаю. Как-то привыкает ведь организм. Это просто какой-то титанический труд, который мне лично точно не посилен. Пока Дарья осваивает кропотливый ручной труд, в Москве селянка Алиса с подругами-грожанки готовятся окунуться в молодильный чан и как следует отдохнуть. Я думаю, что ты уже догадалась, где мы сейчас находимся. В бане? Ну, да, есть такое. Сейчас у нас будут омолодительные процедуры. Что, думаете, надо уже, да, мне? Пора. Иди переодевайся, и мы с тобой дальше пойдем проводить крутое время. Давайте. Так, девочка, проходим. Наш любимый чан. Класс! Вообще кайф. Мне здесь нравится. Это можно есть? Нет, но есть нельзя. Блин, запах просто... Это пихта, по-моему, да? Ну, как в лесу. О-о-о. Очень умный ответ. Очень глупые девушки. Вообще класс. Пар получается за счет эфирных масел. Это очень полезно для кожи. Очень умолаживает. В Москве особенно такой ритм, что без релакса, отдыха, здесь никак. Девочки, привет. Держите. Спасибо большое. Облепихуй. А что за это звук постоянно? Создает расслабляющий звук. Можно закрыть глаза и помедитировать. С медитациями знакомы? Я знаю. Денежная медитация, привлечение денег. Потом парень переводит себе десятку и нормально. Конечно, мне напомнило мою баню, потому что запах пихты, открытое небо, звездное. Это уже вручил. Денег, 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 денег. А у меня же нету парня точно. Я поняла, что в городе тоже можно почувствовать природу. Я теперь хочу попросить мужа, чтобы он мне сделал точно такой же чан за баней. Кстати, это вообще будет классная тема для бизнеса еще одного. Блядь, за баню у вас под раковиной ведро, блядь. За баню чан поставят, конечно. Зимой тепленькая водичка. У вас вместо туалета ведро там стоит. Летом холодненько, прям круглый год. Обязательно вот это попробуй. Очень вкусная закуска. Вообще пробовала икру хоть раз? На Новый год у нас один раз в году все едят. У вас вообще что-то есть подобное в деревне? Там закуски какие-нибудь? В магазине вообще есть? На самом деле, девочки, у нас в деревне маленькая очень. Там нету ни садиков, ни школ, магазина даже нету. Раз в неделю проезжает машина, которая так пип, типа выходите, я приехала. И там причем выбор небольшой. То есть, что есть, ты покупаешь. А доставка еды, что-нибудь такое? Рестораны? А что, машина приехала, достояла эти продукты. Чего тебе не доставка-то? Тем временем в деревне Пашкетс горожанка впервые в жизни не заказывает доставку, а сама готовит голубцы. Голубцы с чего делаются? С капустой. Это я знаю. Спасибо. Снимаем лист. Ну вот, порвала. Уже испортила. По рукам надо ударить в глаза. Капустный лист я тут порвала. Все, голубца одного не будет. Семья голодная. Мне кажется, я вам порву все листья, наверное. Я буду листья снимать, а ты давай фарш крути. Как, другой держать? А если я пальцы себе перерублю там? Пожалуйста. Блядь, а вот такой вот вопрос. Вы живете все-таки в деревне, да? А у воды там вообще нету, чтобы помыть хоть что-то? Блядь, насколько она зажиренная, засаленная? Ну, ты что, тряпок нету? Моющих средств сейчас в деревне там. Лучка есть, помогай. О! У меня тут все начало выливаться. Самое интересное и сложное спрятать фарш, чтобы голубец не развалился. Как? А я думаю, чтобы соседей не украли, ей-богу. Еще разваливается. Нет? Ну, следующий должен уже получиться. Это же ппшная шурма получается, по сути дела, да? Подождите, подождите. Я запихну все. И это победа. Ура! Молодец. Красота. По традиции на ужин за столом собралась вся семья Мелехина. в память о том, что ты у нас была и все это видела. Мы тебе хотим подарить вот да, брошку. А, носки. Факт. Эти носки. Факт. Ну, вот так вот. Матом не ругаюсь. Ты понимаешь их ценность. Это носки из нашей шести, из шести наших овец. Бабушка сама тебе вязала. Вот они перевязаны той ниточкой. Вы подпишитесь там только красной ниткой Баленсиага, а то как бы стрёмно будет в Москве такой носить. Которую ты сегодня спрела. Моей? Твоей дочкой. Можно русскими буквами. Носи на здоровье. Это очень ценный подарок. Я хочу, чтобы я собиралась с семьей так же часто за одним столом. И мой ребенок, и мои родители проводили вот так вот вечера вместе. В конце второго дня эксперимента по обмену жизнями с селянкой и горожанкой впервые лично знакомятся друг с другом по видеосвязи. Твоя кухня меня довела до слез, потому что она такая красивая. И благодаря общению с твоими друзьями я поняла, что вообще классно вот так вот вырываться, общаться с новыми людьми. Мы сегодня играли в баскетбол. Я знаю, что ты делаешь это лучше, чем я. Я очень старалась и мне это удалось. Мы их сделали и мы победили. Реально. вообще. Так что все в надежных руках. Оставайся. Я тут разберусь со всем. Ну, супер. Я тоже тут старалась не упасть с грязью лицо, так сказать. Выполнять всю твою работу. Единственное, что я подвела тебя с брошкой. Я продала ее дешевле на 100 рублей, но мы торговались. но продать все же мне удалось. А так, в целом, меня ничего сильно прямо не напугало, но ночной горшок больше всего, наверное, меня впечатлил. Скорее всего, конечно, я больше не готова на такой опыт, но этого мне вполне хватило. Слушай, блин, так с тобой хочется поболтать, столько расспросить, но меня ждет красивая жизнь у девчонки, так что извольте. Спасибо, мразь. Я откланяюсь. А я остаюсь тут с твоими баранами, у меня тут своя атмосфера. Я смотрю на нее, и мне кажется, что вот такие стереотипы о городских фифах рушатся, что она такая же простая девчонка, с которой можно поговорить, что-то обсудить. В целом, очень приятная, позитивная девка. Из вежливости, да, можно поговорить, что-то обсудить. Ну, из вежливости только. Девушка общительная, в целом, как я, и мне это подходит, я думаю, что я бы с ней подружилась. Второй день эксперимента по обмену жизнями завершен. Вычеркнув выполненные дела из списка, горожанка ложится спать, а селянка в столице решает завести свои ритуалы перед сном. Страшно мне. Я сейчас спалю свои роскошные волосы квартиру. Я воспроизвожу деревенскую атмосферу. Я засыпаю под треск дров в печке. Тут тоже. А-а-а, так классно. Вот это мне нравится. Сейчас мы еще включим треск дров в печке, и будет расслабление от городской суеты. У меня здесь сколько медированный кайф. Треск дров включаем через Алису. Огонь из камня. Здесь еще есть маска. С маской есть? А, маска. О, как ржа! Вот это я понимаю, расслабон. Я скоро начну привыкать к роскошной жизни. Это ягода свежая. Сегодня у нас завтрак для тынцесс. Как красиво! Это овсяная каша. Это обычная овсяная каша. А это большая черника. Это голубика. Голубика. Очень все вкусно. Вообще не знаю, что это и вообще можно это есть. Да, это можно есть. Едят ложечкой. Это гранадила. Косочки можно ведь есть? Конечно. Очень вкусно. Вот это тоже. Это маракуйя. Тоже едят ложечкой. Ну, какой-то совершенно новый вкус. Чуть-чуть может быть что-то с цитрусами, но вкусные. Это кайф. Свежие ягоды. Зимой это круто. Я много зарабатываю. Не только в Миза. Еще свежие овощи тоже круто зимой. Зелень свежая тоже круто зимой. И каждый день душ. Аху! Вообще, особенно зимой. Но и в блоге. Есть заказ на рекламу. Приедет мой менеджер и поможет тебе снять ролик. Ого! Надеюсь, получится второе. А-а-а! Шоппинг! Шоппинг моя страсть. Стилист помог. Что-то у вас магазина даже нету. О какой страсти ты говоришь? Может тебе подобрать самую необходимую важную деталь женского гардероба. В салоне красоты стилист и визажист подготовят тебя к вечеру в фрагу моих близких. Наслаждайся! О-о-о! Классно! Бюджет на сегодня 30 тысяч рублей. Мы регулярно моем, обрабатываем окна, чтобы они не запотевали. Иначе скапливается конденсат, а как итог появляется плесень. Может быть сделать нормальную вытяжку в доме тогда? Нет? Об этом не думали? На чё же ещё я могу заняться? Приедет моя мама. Приготовь с ней табани. В клубе сегодня собрание, а после официальной части обязательное застолье. Отдохни и насладись нашими традициями. Вот это я понимаю. Наконец-таки что-то весёлое. Свекровь Алиса отправила Дашу в курятник, чтобы горожанка покормила кур и заодно набрала себе свек... Куром просто вместо воды снег дают. Угощайтесь, мои хорошие. ...вежих яиц для завтрака. О, как всегда, куча говна. Ну, ну, не надо, не надо, подожди ты. Я вас кормить сегодня пришла. Так, кушать подано, подходим. Так, надо быстро яйца собрать, пока меня не заклевали тут. Мамочка! Всё, гудбай, гудбай! А-а-а! Яичницу-то сама уже сможешь приготовить? Это, я думаю, я справлюсь. Небо, сколько там масло на... Главное, не сгори. Я хоть что-то здесь должна приготовить более-менее нормально. Я сама добыла эти яйца, я сама их приготовила, сама себе всё положила. Я думаю, что моя домработница бы мной просто гордилась. В столице Алиса с менеджером горожанки Андреем готовятся к съёмке рекламы для блога. Эти конфеты повышают либидо и энергию. Ты серьёзно? Я, конечно, в шоке. Я такой вообще не страдала. Но коли мне нужно побывать в шкуре Даши, не могу её подвести, я думаю, что придётся включить свой креатив. Давай только, пожалуйста, в пределах разумного. У меня родители потом будут смотреть иди муж эту программу. Конечно, конечно, всё в пределах разумного. У меня пришла одна идея. Да, поэтому конфеты из члена будут. Которую я буду себя органично чувствовать. Давай сделаем в виде члена. Частушку. Это как раз для рекламного ролика ярко, красиво. Если это частушка, это какой-то должен быть немножко такой деревенский формат опять-таки. Ну, чтобы было какой-то интересный наряд. сейчас я переоденусь и приду. Хорошо. Ну, как-то так. Прекрасно. Прекрасно вообще. Мне очень нравится. Мне кажется, что бы она вышла. Он просто уже хочет уйти домой. У меня есть, короче, пару идей. Частушки. Хоть ты, Коля, хоть ты, Лида, кушай леденцы Либида. Ух! Ух! Кмол! Пока Алиса пилит рекламный контент, Даша в деревне Пышкец осваивает сложную технику обработки окон. Моешь окно, протираешь сухой тряпочкой насухо, потом натираешь мылом, чтобы окно не запотевало. Мне нравятся эти деревенские приколы. Мылом окна на три. Что они себе все время жизнь-то усложняют? Непонятно. Вообще, мне кажется, ничего это не работает. Не знаю, что за старобрядческий какой-то прикол, на самом деле. Ну, реальную вычешку нельзя просто делать. И все. Просто, чтобы влага уходила снаружи. Все. Чем ты протираешь сырым мылом? Надо сухим. Смысл тогда? Вот я его намылила, оно теперь чистое. Сейчас еще протру и все. Эффекта никакого не будет. Давай перемывай. Буду еще три часа его перемывать. Как его натирать? Сетку как делать, знаешь? Ну, сетку примерно понимаю, как делать. Примерно так и делай. У меня крестики-нолики правда получились. Сухой тряпкой растираешь. И что, типа из-за этого они не будут запотевать? Да, теперь не будут окна запотевать. Нормально? А реально? Ну, да, на троечку. Мать, тоже душнилая вообще деревенская, жесткая. Откуда она знает, что, как? тем временем, селянка знакомится с популярной столичной услугой. Брат, фитер. Это индивидуальный подбор бюстгальтера по размеру и фасону с учетом особенностей фигуры и формы груди. Стилист Елена встречает Алису в салоне. Даша попросила подобрать вам красивый комплект белья. Кого? Я уже увидела все, что мне не нужно было видеть в этой жизни. Я кормящая мама из деревни. Для меня важно оделся и пошел по делам. Кормить, двигаться, и чтобы мне никакие кружева не мешали жить. На сотруднице я расскажу, как должен сидеть. Чтобы был лифчик, соски были наружу. Вот максимально удобно. Бюстгальтер. Первое, на что мы обращаем внимание при выборе бюстгальтера, это пояс. Пояс должен сидеть плотно, потому что грудь, вне зависимости от того, какого она размера, ее нужно поддерживать. Дальше, на что мы обращаем внимание, не будут ли косты... Ну, тут сыр точно тысяч восемь будет стоить, я думаю. ...как-то нам мешать. Не будут ли... Ты, конечно, окраснеет, блядь. Позвали, причем девушку с самыми маленькими формами. Не давить. Дискомфортно тогда, когда косточка впивается в грудь. В нашем случае косточка уходит четко за грудь. Это как-то гринжовый момент вообще. Я делаю на том, чтобы вы посмотрели и увидели себя немножко... Да она уже сидит, ей пофигу наличка, на носи ски посмотрела, уже все, комплекс. С другого ракурса. Посмотрите на себя в белье, в красивом, в кружевном. А если меня муж из дома выгонит, вы потом меня приютите? За что? Потому что это белье... Вы меня переоценили, мне кажется. Серьезно? Вот. 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 Это просто реально на голову. Десять тысяч, друзья. Шопинг мне оплачивают сегодня? Значит, гуляем. Ой, ой. Пойдемте мерить. Надеваем. Ребята, это шок-контент. Я не знаю, как к этому относиться, но я согласилась на кружевное белье. Простите. Она не похожа на скромную деревенскую девушку, на самом деле. Тик-Токи точно нас снимают какие-то дикие, видимо. Что-то очень открытое, явное, что-то много чего удивляют, радуют. Ну, скромности вообще ноль. Пожалуйста, зритель, если вы сейчас поменяете мне мнение, не могу мне показать кусочек. Вот девушка из пышца бы вот так бы спич такой провела бы на федеральном канале, не думаю. Щекотой красоты. Это будет просто нечестно по отношению к вам. Все. Все. Чистый, готовый блогер уже. Для меня это был, конечно, переломный момент, но все-таки я рада, что я решилась, пошла в страх и реально увидела себя, отражение свое в зеркале и поняла, что я красотка. Спустив 8 тысяч на лифчик, Алиса отправляется сорить деньгами в салон красоты, где ее уже ждет мастер по волосам и визажу. Присаживайтесь. Я доверюсь вам. Хотя мне немножко волнительно. Пока над Алисой колдуют в салоне, ее родители, папа Леонид Геннадьевич и мама Сильва Викторовна, приехали в деревню Пушкец, чтобы познакомиться с горожанкой и посетить местные ежемесячные собрания. Чаепитие будет, и мы решили спечь табани лепешки с мясом. Ну, это традиционное отмуртское блюдо. Без табани никак. Будешь сейчас нам помогать. Вот все так берется, кладется. Как блинчики, типа. И теперь сверху кладется фарш. И это делается очень быстро. Печка нас не ждет. Мне это напоминает пиццу. Да, да, да. Теперь берем все это дело и ставим туда аккуратно печь. Ладно не уронить. Так. Прикольно. Жара мало. Надо полежка даже туда положить. Не сильно, чтобы печку то не разбить. Вот так. Да. Теперь кочергой туда подвигаешь кучу. Ну, вот это мама гораздо приятнее. Так скажу. Оба. Ты вообще умница. Как будто всю жизнь табани пихла. Достаем. А то горит уже. Это как я люблю. Горелая, да? У нас Алиса тоже любит подгорелая. О, сгорелая. Это моя лепешка. Горячие лепешки ломаются руками, макаешь сметану. Честно говорю, никогда не пробовал табани. Не вызывает это какого-то, конечно, эффекта вау, просто тесто с мясом. Но уверен, что культура приготовления местного теста плюс фарша есть что-то в этом. Я попробовал. В последнее время все вот это вот высокое, молекулярное, тонкое, изящное. Заебал. Я хочу вот что-то столовское, более простое, насыщенное. Не знаю. Либо с возрастом это такой вообще какой-то обзор столовок по Москве. Я бы с радостью сделал такое. Ну, стесняюсь просто сходить снимать такой контент. А ну, и кушаем. Посмотрите, я бы попробовал, мне кажется, прикольно, очень круто. У нас Алиса очень любит горячий прямо с бомбой. Ой, со сметанкой, да, сири. Я начинаю понимать. Да, прелести. Вот так. Покушали, теперь надо идти на собрание. Вообще, аромат и вкус из печи, он обалденный. Конечно, конечно. Вот было бы круто так сделать дома. Я думаю, что когда у меня... Захотела какой-нибудь кутаби с зеленью и вот это со сметаночкой просто пиф. У меня будет свой загородный дом. Я обязательно поставлю себе печь только, по крайней мере, ради того, чтобы там готовить. Горожанка вместе с семьей селянки отправляется в клуб на собрание жителей деревни Пышкетс. Узнав про приезд съемочной группы из Москвы, селяне встретили гостей по местным обычаям. Годы, 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 Ну, да не, конечно, праздник. Противно, прикольно. Всем спасибо, что пришли. Наше такое небольшое собрание, которое у нас всегда в нашей деревне перерастает в праздник. Это очень приятно. Мы хотим познакомить с нашей гостьей из Москвы. Это Дарья. Здравствуйте. Кстати, эти табани приготовила Дарья с Сильвой Митрофановой, с мамой Алисой. Вы только строго меня не садите. Я первый раз это делала, но старалась. О, чебе. Так, пойдем, будем учиться удмуртским танцам, в музыку. Музыку. Давайте все. Давайте все вместе в стане. Айда, молодцы. Айда, девчок, Даша, молодец. Спасибо, спасибо. Я старалась. Деревня оказалась очень гостеприимной. Все такие общительные. Это было настолько искренне, настолько чисто. В этот момент мне показалось, что меня перенесло в прошлый век, когда люди действительно так одевались, так веселились. Я словила эту атмосферу и полностью в нее погрузилась. Тем временем Алиса готова увидеть свой новый образ. Я очень волнуюсь. Сейчас. Ё-моё. Тут каждый элемент просто принад искусство. Брови, ресницы, губы. Ё-моё. 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 Мне нравится, наверное, да? Нравится. А это тебе подарок отдашь для того, чтобы завершить образ. О, спасибо. Класс. Фу, ба. Что за тигр? Видите, отлично вообще выглядит. Когда сложился весь образ. Очень круто, очень круто. Я поняла, что я и так тоже хорошо смотрюсь. И в образе деревенской девушки я круто смотрю. Я вообще в образе деревенской девушки смотришься в образе деревенской девушки. А в этом образе смотришься в образе Какой-то интересный бизнес, вумен, что-то другое вообще. Смотрюсь везде. Дело в харизме. О, ребята, офигеть. Вот это образ. Вот это девушка из столицы. Вау. Очень идет вообще. Что-то она быстро слишком в кураж вошла. Классно. Ты выглядишь просто реально сногсшибательно. Спасибо. Переехать захотелось? Переехать? Нет, не захотелось. Я поняла, что я хочу жить в деревне. Блин, 21 век, да? Делаешь там дела в интернете, садишься на самолет, летишь. Какие-то проекты реализуешь в Москве, путешествуешь. Почему нет? Я гармонично, как деревенская девушка, да? Я гармонично смотрюсь в городе, да? И уже вот нужно эту неуверенность в себе, блин, куда-нибудь выкинуть. Мы очень рады были с тобой познакомиться. Ты вообще очень крутая девчонка. Поэтому мы с тобой будем на связи обязать. Мы с тобой мы есть. Со мной хотят дружить москвичи. В деревне Пашкетс праздник на собрании перетек в последний ужин Даши с семьей селянки. Я осталась под впечатлением, и я совсем не жалею, что я здесь оказалась. Больше всего для меня было ценным то, чего бы я не попробовала в городе, да? Потому что я не живу в тех условиях, как у вас, и даже не знала, на что я способна. Чувствую себя немножечко другим человеком, человеком с руками. Я благодарна вам, что вы меня приютили. Думаю, что отсюда я увезу целый огромный сундук впечатлений и поделюсь ими со своими близкими. Мы рады, что чем-то помогли тебе. И это начинается у тебя уже как новая эра твоей жизни. Спасибо вам большое. По правилам эксперимента, селянка и горожанка записывают видеообращения и обмениваются ими перед тем, как отправиться домой. Я в восторге от твоей семьи, от ваших семейных традиций. Как вы собираетесь за ужином? Очень хочу внести в свою жизнь, тоже почаще видеться с родными, проводить вечера, ужин и вместе. Ваш дом тоже мне понравился. Все тут круто, здорово, весело, но единственный экстрим – это, конечно, зимний туалет. Холодный. Такого, конечно, я бы для себя не хотела. Тут я убедилась в том, что я полностью городской, конечно, житель. Я бы жить в деревне не смогла. Самое главное, что я поняла про себя, что я столько всего, оказывается, могу делать своими руками. Я была просто шокирована этим. Но это очень здорово. Так что спасибо тебе огромное за этот опыт. Мне казалось, что жить в деревне весело, а в городе делать нечего. В городе на самом деле было очень много интересных движух. Шоппинг вообще меня поломал. Не знаю, что там у меня будет в семье после этого шоппинга. Но красивый бюстгальтер я везу с собой. И я поняла, что я хочу в деревне, я хочу там жить. Но у меня в голове произошла трансформация. Я поняла, что не нужно только сидеть в деревне. Можно ездить, можно общаться и расширять границы в своей голове. Я точно буду это делать благодаря вот этой вот поездке. Ну, на этом выпуск закончился. В целом, очень даже базовый, я бы сказал. Тут, ну, как бы... Единственное то, что я припедел с девушкой из деревни. Потому что она очень как-то раскрепостилась. Я чувствовала прямо в своей тарелке. Что-то говорила, зачем переплачивать, зачем переплачивать. При этом шоппинг люблю. Бюстгальтер 10 заберу. Все, короче. В наглую все хапанула, забрала, поехала домой мужа удивлять. На этом мы заканчиваем. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что там будет розыгрыш у нас небольшого процента от рекламы, соответственно. И подписываться, конечно же, на Бусти. А также не забывайте наслаждаться собой и музыкой. С вами был Радик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok